Всем привет! С вами Lima Music. Сегодня мы научимся играть композицию Fly Людовика Энауди. Это произведение я разделю на несколько видео уроков. Рассмотрим медленно первый кусочек в правой руке. Начинать мы будем с ноты до диез первой октавы. Используем еще одну ноту Ми. В первом кусочке у нас будут использоваться только эти две ноты до диез и Ми. Нам нужно будет их сыграть подряд восемь раз. То есть играем до диез Ми и так восемь раз по кругу. Считайте всегда по первой ноте, чтобы у вас было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так вы точно не запутаетесь и сыграете восемь раз. После этого нам нужно будет снова сыграть эти две ноты восемь раз. Но в этот раз мы должны на первую ноту до диез взять в левой один интервал. Мы ищем две ноты до диез и соль диез. Получается у нас интервал в левой, который мы возьмем на первую ноту до диез и будем снова повторять наши две ноты восемь раз. В этот момент интервал в левой будет держаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Первый кусочек выучили. Рассмотрим медленно второй кусочек. Со второго кусочка и до конца произведения я буду разбирать правую и левую вместе. Не отдельно правую, а потом левую. Потому что у нас будет в основном все время играться три ноты. Мелодия из трех нот. В левой будет играться одна нота, в правой остальные две. Поэтому, можно сказать, мелодия будет идти по кругу. Левая, правая, левая, правая. Иногда правая с левой будут играться вместе. Я буду показывать, где это будет происходить. А в основном они играются по очереди отдельно. Итак, во втором кусочке как раз первая нота в правой и левой начинают вместе. А потом играют отдельно. В левой у нас до диез. В правой у нас соль диез. Берем вместе. После этого играет по очереди левая и потом правая. Показываю. В левой у нас одна нота до диез через октаву. Только что мы брали здесь до диез. Сразу переносим в первую октаву левую руку. До диез. В правой используем две ноты. Ми. Соль диез. То есть у нас используются всего три ноты. Одна в левой, две в правой. Раз, два, три. Эти три ноты у нас будут чередоваться три раза. То есть мы по кругу играем. Раз, два, три. Я сейчас показала, как идет последовательность с левой к правой. То есть до диез, ми, соль диез. Но чтобы мелодия звучала правильно и ритмично, мы должны мыслить не снизу наверх, а сверху. То есть главная нота у нас соль диез в правой. И она у нас будет с сильной долей, на которой мы будем говорить раз. Поэтому нам важно считать не как я показала в первый раз. Раз, два, три. А мыслить так. Раз и два, три. То есть всегда основные доли раз, два, три у нас должны приходиться на соль диез. Потому что это главная нота. Основные две ноты, они побочные. Их мы играем быстрее. Поэтому они у нас как бы не главные. Они у нас всегда и и. Говорим букву И и вторую букву И. А раз, два, три будем всегда говорить на верхнюю ноту в правой руке. Это будет принцип такой использоваться во всем произведении. Поэтому сразу один раз запоминаем и потом используем. Сейчас сыграем все, что у нас получилось и будем считать при этом до четырех. У нас в этом произведении всегда будет четырехдольный размер. То есть мы всегда считаем раз, два, три, четыре. А я говорила, что у нас три ноты повторяются три раза. То есть это можно сказать три доли. А четвертая доля это, помните, мы взяли первые ноты вместе. Соль диез и додиез. Вот это наша первая доля из четырех. А потом три ноты, которые мы выучили, из них получается вторая, третья и четвертая доля. Сейчас я посчитаю все вместе, чтобы вы увидели, как строится этот кусочек. Медленно. Раз, и два, и три, и четыре. Вот, то есть у нас должно четыре раза сыграться соль диез вверху. Чтобы получилось четыре доли. И всегда мыслим по четыре, чтобы у нас ритм был четырехдольный. Раз, два, три, четыре. И тогда правильно будет звучать это произведение. Мы все еще продолжаем учить второй кусочек. По такому же принципу сейчас будем строить еще три ноты. Мы выучили первые три. Это у нас было до диез ми соль диез. Мы сыграли четыре доли. Учим следующие три ноты, из которых будут состоять наши четыре доли. Первая нота ля в левой. Вторая нота ми. И третья нота ля. И вот эти вот три ноты мы будем повторять четыре раза. То есть у нас должно получиться четыре доли. Помним, что мы мыслим по верхней ноте, по ноте ля. Поэтому мы первые две ноты играем как побочные. Говорим и, и, раз, и, и, два, и, и, три, и, и, четыре. Все, все сошлось. Четыре раза сыграли ноту ля. Две ноты побочные говорим и, и, считаем по верхней ноте. И у нас получается... Выучили. И по такому же принципу учим следующие три ноты. Первая нота у нас си в левой. Потом в правой ми. И си. Три ноты нашли. И по такому же принципу играем их тоже четыре раза, чтобы получилось четыре доли. Считаем по верхней ноте си. И. Эти две ноты говорим и, и. Начинаем. И, и, раз, и, и, два, и, и, три, и, и, четыре. Получилось. Выучили. И сейчас доучиваем второй кусочек. Будем использовать снова три ноты, которые мы уже использовали. Ля, ми, и, ля. Тоже их используем четыре раза, считая до четырех по верхнему голосу. Начинаем. И, и, раз, и, и, два, и, и, три, и, и, четыре. И в конце доиграем еще две и, 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 и. Чтобы завершить этот кусочек. Чтобы у нас полные были четыре и, и. И мы как бы завершаем второй кусочек. То есть мы повторили четыре раза нашу последовательность из трех нот. Четыре раза. И добавили еще две ноты. Ля, ми. Можно сказать, мы играем почти пять раз, только не берем пятую долю. Ля. Это у нас уже будет следующий кусочек. Мы выучили второй кусочек. Сейчас я его сыграю с движением. Главное помните, что во втором кусочке мы играем четыре эпизода по четыре доли. Сейчас я повторю еще раз каждый эпизод с движением, чтобы вы увидели общую картину. Начинаем мы вместе. Единственный раз, когда мы играем вместе, это первая наша доля. И у нас получается первый эпизод. Раз, два, три, четыре. Сыграли четыре из трех нот до диас-ми-ля. Второй эпизод. И, и раз, и два, три, четыре. Сыграли второй эпизод из трех нот ля-ми-ля. Переходим к третьему эпизоду. И, и раз, и, и два, и, и три, и, и четыре. Сыграли третий эпизод из нот си-ми-си. И последний, четвертый эпизод опять ноты ля-ми-ля. И, и раз, и, и два, и, и три, и, и четыре. И завершаем две ноты и, и, и. Вот такой второй кусочек у нас получился. Очень важно второй кусочек, как и первый, и все остальные кусочки в этом произведении, играть на педали. Тогда между нотами не будет слышаться разрыв, и они будут звучать как одно целое. Просто берем педаль, и когда мы будем менять новые три ноты, все время будем менять педаль на новых трех нотах. А пока играется, например, первые три ноты, мы держим педаль. Появились новые три ноты, мы поменяли педаль. И так все время по одному принципу. Сейчас сыграю с движением второй кусочек. Все, всегда помним, что верхняя нота у нас главная. Ее можно выделять чуть-чуть больше. Можно играть ровно ноты, чтобы одинаково звучали по звуку. Но главное не выделять нижние две ноты громче, чем верхнюю. Переходим к третьему кусочку. Он у нас будет практически полностью повторяться со вторым кусочком. Сейчас покажу, какие будут изменения. Мы, как обычно, начинаем до диез и соль диез вместе. Единственные две ноты, которые мы играем вместе. И начинаем играть опять нашу тройку три ноты по кругу. Только сейчас мы будем использовать в левой ноту соль диез. Во втором кусочке мы начинали с до диез и играли вот так. А сейчас вот эту ноту до диез просто переносим на соль диез. А две ноты вправой не поменялись. То есть получается соль диез, ми, соль диез. И у нас должно вместе получиться четыре доли. Первую мы берем вместе. Раз, и, и два, и, и три, и, и четыре. Помним, что когда мы играем первый раз, у нас эти три ноты повторяются три раза, а не четыре, как после этого. Потому что мы взяли первую долю вместе. Об этом мы не забываем. Помним, что у нас есть первая доля и еще три дополнительные, чтобы вместе получилось четыре доли. Затем у нас в третьем кусочке все повторяется, как и во втором. Мы играем ля, ми, ля четыре раза. Потом си, ми, си четыре раза. И в конце у нас меняется только последний эпизод. Мы вместо ля, ми, ля играем фа, диез, ми, ля. То есть поменялась одна нота в левой руке. И тоже играем четыре раза. Считаем и, и, раз, и, и, два, и, и, три, и, и, четыре. И добавляем еще и, и последние две ноты. Это будет нота до диез и ми. То есть меняется у нас последний эпизод. И первый эпизод, там тоже менялась у нас одна нота. Этим третий кусочек отличается от второго. Сейчас сразу хочу обратить внимание, что все кусочки, которые мы соединяем между собой, первый, второй, второй, третий и так далее, мы соединяем без остановок. То есть у нас мелодия не останавливается. Сейчас покажу на примере второго и третьего кусочка. Я вот сейчас закончу играть второй кусочек, последнюю четверку сыграю и перейду на третий, чтобы вы услышали, как все подряд должно звучать. Играю. Вот я только что соединила последний эпизод второго кусочка и перешла на третий. То есть практически без остановок все идет по такому же кругу, просто поменяла три ноты. То есть это обязательно помните, не делайте разрывы между кусочками, играйте все подряд. Рассматриваем медленно четвертый кусочек. Он у нас будет практически повторяться с третьим кусочком. Сейчас покажу, какие будут отличия. В отличие от третьего кусочка мы не начинаем вместе две ноты. Мы будем начинать только в правой. Играем одну соль диез. Левая ничего не играет. Потом мы используем опять три ноты с нашего третьего кусочка. Соль диез. Ми. Соль диез. И играем, чтобы получилось вместе четыре доли. Начинаем отдельно правой. Раз. И. И. Два. И. 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 Четыре. Всегда считаем по верхней ноте и у нас получилось четыре доли. После этого мы повторяем следующие три ноты. Ля. Ми. Ля. Из третьего кусочка четыре раза. Потом опять следующие ноты. Си. Ми. Си. Четыре раза. И только концовка у нас будет меняться. Мы теперь будем играть новые три ноты в четвертом кусочке. В конце четвертого кусочка мы будем играть такие три ноты. Ля. Потом ми. И. Ля. У нас уже встречались эти три ноты. Единственное, мы их будем играть не четыре раза, как обычно, а три. Считаем. Раз. Два. И. И. Три. Три. Три раза посчитали по верхней ноте ля. Ля. И потом нам нужно будет доиграть в правой небольшой эпизод без левой руки. Мы играем в правой снова ноту ля. Соль диез. Ля. Соль диез. И фа диез. Сейчас покажу, каким должен быть по ритму новый эпизод в правой руке, который мы сейчас выучили. Нам нужно будет сыграть соль диез ля соль диез максимально быстро. Чтобы звучало так. Соль диез ля соль диез к третьей ноте соль диез. Играем максимально быстро. Раз. Два. Три. И доигрываем фа диез. Очень важно, чтобы этот кусочек вписался по ритму. У нас же и должно играться четыре доли, поэтому сейчас покажу, как нужно посчитать его до четырех медленно. Доигрываем концовку четвертого кусочка. Наши ноты ля-ми-ля. И. И. Ра. И. И. Два. И. И. Три. Появляется наш эпизод. И. Четыре. И. То есть четыре должно попасть на соль диез. Тогда все по ритму сойдется. Четыре. И. И наше и это фа диез. Очень важно сыграть этот кусочек ритмично, чтобы он правильно вписался в мелодию. После четвертого кусочка у нас будет снова повторяться второй кусочек без изменений. Просто играем его подряд. Единственное небольшое изменение мы, когда доиграем второй кусочек, не доигрывайте в нем последние две ноты ля-ми. На этих нотах мы говорили и-и. То есть это не относится к никакой доле. Мы доиграли до четвертой доли. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Остановились на четвертой. Две ноты не доигрываем. Потому что две ноты эти мы уже будем играть в следующем кусочке. Они будут относиться к следующему кусочку. Поэтому просто повторяйте второй кусочек. Две ноты при этом в конце не играйте. Сейчас переходим к новому, к пятому кусочку. Рассмотрим три ноты, которые мы будем использовать. До диез в левой. Ми в правой. И ми в правой через октаву. То есть ми-ми и до диез. Обязательно берем в правой первым пятым пальцем, чтобы достать октаву. Первый внизу, пятый вверху. И одна нота в левой до диез. Три ноты мы нашли. И должны их сыграть четыре раза. Четыре круга. Чтобы у нас получилось четыре доли по верхней ноте. Как обычно. Только сейчас мы будем начинать не как всегда сильные доли. Раз. Та-да-та. И так далее. А будем вот эти две ноты, которые мы не использовали в предыдущем кусочке. Мы начнем. И. Раз. Вот. То есть мы перед первой долей, перед раз, сыграем наши две вспомогательные нотки. И. И. Раз. И до четырех. И. И. Два. И. И. Три. И. И. Четыре. Первый эпизод в пятом кусочке выучили. Учим следующий эпизод в пятом кусочке. И. 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 Третья нота. До диез. То есть ми. До диез в правой. Ля в левый. И. 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 Начинаем с двух вспомогательных нот. Главная у нас всегда верхняя. По ней мы считаем до четырех. Получается и, и, раз, и, и, два, и, и, три, и, и, четыре. Выучили. Рассматриваем следующий третий эпизод в пятом кусочке. Опять находим три ноты. У нас будет нота Си в левой, Ми в правой, и третья нота Ре диез в правой. То есть это практически октава Ми-Ми, только на одну клавишу ниже Ре диез. Ми-Ре диез в правой, Си в левой. Три ноты нашли. И, как обычно, считаем до четырех. Начинаем со слабых долей. И, и, раз, и, и, два, и, и, три, и, и, четыре. Сыграли. И рассматриваем четвертый эпизод в пятом кусочке. Последняя четверка. У нас будет нота Ля, Ми и До диез. Мы как раз играли во втором эпизоде пятого кусочка. Уже вот только что играли эти три ноты. Просто мы их повторяем и играем четыре раза. И, и, раз, и, и, два, и, и, три, и, и, четыре. Останавливаемся на четвертой. Ноты остальные не доигрываем две. Четвертая доля у нас последняя в этом кусочке. Сейчас еще раз повторю пятый кусочек с движением, чтобы вы не забыли последовательность нот. Первая у нас Ми-Ми-До диез. И играем. Следующая. Ля-Ми-До диез. Си-Ми-Ре диез. И снова Ля-Ми-До диез. Остановки я делала специально, чтобы разделить на четыре эпизода. Вы остановки не делаете. И играете все подряд по кругу. То есть должно получиться. После пятого кусочка мы снова играем пятый кусочек без изменений. И на нем у нас будет заканчиваться первый видео урок. То есть вы доиграете последние три ноты. Ля-Ми-До диез. Остановились на до диезе. И у нас первая часть произведения закончилась. В следующей части уже будет совсем другой принцип построения мелодии. Я специально разделила по одному принципу первый урок. И по следующему принципу будет идти у нас второй видео урок. Мы выучили первую часть композиции «Флай» Людовика Янауди. Если у вас получилось сыграть эту часть, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео. И не забудьте поставить лайк. В описании под этим видео я оставлю ссылочку на второй урок к этому произведению. С вами была Лима Мьюзик. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам больших-больших творческих успехов.